Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Добрый день! Сегодня в нашей студии редкий цветок. Да, я с вами согласна. Этот гость достаточно редкий и не только у наших любителей комнатных цветов, но даже в магазинах. Называется это растение гемантус. Это его официальное название, но оно не на слуху, наверное, у многих, а чаще всего его называют слоновье ухо или оленьий язык. Название такое, потому что оно напоминает формой своих листьев, напоминает и оленьий язык, наверное, и слоновье ухо. Этот гость, он пришел из Африки к нам на подоконнике. И там, конечно, он очень популярен, но у нас, я с вами согласна, его редко можно встретить у нас в комнатном цветоводстве. И даже, как-то он, назвать его красивым, скорее оно оригинальное, своеобразное растение. И относится это растение к семейству луковичных. Вот очень похож, пока не цветет, он похож и на аморилис, и на гипиаструм, но пока не цветет. А когда зацветает, конечно, совсем другой у него цветок, чем у аморилиса и гипиаструма. Луковичный, потому что это растение имеет не корни, а луковицу. Луковица она в земле, достаточно большая, такой грушевидной формы, где-то диаметром до 12 сантиметров. И схож на аморилис, но аморилис и гипиаструм, они сложны в уходе. В отличие от аморилиса и гипиаструма, цветок совершенно не капризный, потому что не нужен ни период покоя, он не сбрасывает листво, его не нужно обрезать, как некоторые аморилисы, выгонка ему не нужна, не нужно ставить его в темно-прохладное место. Этим он и отличается, что даже если он не цветет, он все равно имеет очень привлекательную форму. А чем все-таки интересен этот цветок, и почему вы рекомендуете нашим телезрителям, чтобы этот экземпляр появился на их подоконниках? Гемантус белоцветковый очень имеет красивое листво, согласитесь. Большие крупные листья, больше 20 сантиметров длиной и где-то 10 сантиметров шириной. Такая приглушенная у них зелень, плотная достаточно, мощная и имеют небольшую шероховатость. Вот если посмотреть, вот за это, наверное, назвали оленем языком, потому что... Ну да, как шершайники такие. Да, шероховатые немножко. Но он еще и цветет, не зря же он называется белоцветковым. Он выпускает цветоносы. Цветет он с середины лета, и цветет долго, месяца два. Цветет где-то до конца сентября, цветоносы мощные, и венчают эти цветоносы зонтичные цветы. Они белые, и у них высокие-высокие тычинки. И один минус, ну, на любителя, не очень приятный запах, когда цветет этот цветок. Может, некоторым не понравится этот запах. Он своеобразный, когда выделяет цветок нектар, много пыльников. И когда отцветает оленей язык, он самопылитель, поэтому завязывают еще и ягоды. Ягодки небольшие, где-то диаметром 1-2 сантиметра, они созревают к концу ноября и становятся такими ярко-оранжевыми. Потом они опадают, и их можно использовать для размножения. Цветонос тоже засыхает, и гемантус идет отдыхать, впадает в спячку. Где-то до весны. Но, когда он впадает в спячку, листья остаются такими же зелеными. Единственное, что оно не цветущее, его можно поставить на подоконник в более темное место, и прямо вплотную к окну. Для него это не страшно. То есть, как видите, совершенно неприхотливое растение. И даже, когда не цветущее, нормально, красиво смотрится. Наталья Викторовна, но все-таки, как правильно ухаживать за гемантусом? Вот что бы Вы посоветовали нашим телезрителям? На что необходимо обратить самое пристальное внимание? Растение не капризное, сразу скажу. Но предупреждаю, что сок ядовит. Ну, это громко сказано ядовит. Просто, когда Вы пересаживаете это растение или обрезку делаете, то желательно одевать перчатки или тщательно вымыть потом руки. А так никаких проблем с ним нет. Единственное, конечно, из требований каких, но, опять же, сказать громко, что это требование, никаких особых требований он не предъявляет, сразу говорю. Обычно любит рассеянный свет. И лучше всего себя чувствует на западных и восточных окнах. В тени, если Вы поставите на северное окно, цвести не будет, не дождетесь цветения. А на южном окне, вот его листва, казалось бы, такая плотная, она оказывается нежная и очень чувствительна к яркому солнцу. На ней могут быть ожоги. Я бы очень удивилась, что такие листья, на них могут появляться пятна от ожогов. Оказывается, появляются, поэтому южное окно для гемантуса не подходит. Что насчет температуры? Обычная комнатная температура 20-25 градусов, самая оптимальная для гемантуса. Но когда он начинает отдыхать, то есть с конца ноября до весны, желательно, чтобы температура была попрохладнее. Ставьте его на окно, где прохладно, где-то градусов 15. Иначе гемантус не отдохнет в полной мере, не наберется сил и не даст цветение следующим летом. Что насчет полива могу сказать, что он лучше переносит недополив, чем избыток влажности. Но он выходит из тропиков. Его листья, посмотрите, какие и мощные, и плотные, и сочные. У них много запасов и воды, и питательных веществ. Поэтому поливаем его не часто. Поливаем, естественно, отстоявшейся водой комнатной температуры. Не любят, чтобы вода оставалась в поддоне. Обязательно удаляйте воду после полива. И поливаем редко, раз в 10 дней. И ждем, когда верхний слой хорошенько просохнет. Где-то до половины горшка. И подкормки, вот когда он трогается в рост весной, до того, как он наберет бутоны, его нужно кормить. Но тоже не часто. Всего лишь раз в месяц. Берем подкормки для суккулентов. Разводим вместе с поливом. Добавляем подкормку для гемантуса. И тогда он наберет свет и будет вас радовать светением своим. Наталья Викторовна, как сейчас необходимо пересаживать гемантус? Как правильно это делать? В какие сроки? Обычно пересаживаем гемантус где-то мы весной. Когда заканчивается у него период покоя. То есть делаем это ежегодно? Ну, вы знаете, не обязательно ежегодно. Можно пересаживать раз в 2 года, раз в 3 года. Смотрите по росту своего растения. Вот, глядя на наш гемантус, можно сказать, что его нужно пересаживать. У него уже 3 растения образовалось. Тесно. А я взяла его совсем маленькой луковичкой у своей подруги. И вот он у меня так размножился. Так что вот нужно готовить мне гемантус к пересадке. Пересаживают его весной. И, конечно, луковица. Не забывайте, что в него луковица внутри. А на луковице есть корешки. И вот эти корешки очень чувствительны. И постарайтесь их вместе с грунтом не оборвать. Иначе будет долго болеть. Поэтому пересаживаем аккуратно. Отделяем от большой луковицы маленькие луковички. Можно их использовать в дальнейшем. И ставим в другой горшок. Горшок должен быть невысокий. Вот я, может быть, неправильно сделала, что посадила гемантус в такой большой горшок. Нужно больше, чтобы он более широкий был, но не такой высокий. И луковицу не заглубляйте полностью в землю. Одну треть луковицы оставляйте на поверхности. Эта луковица дает новые листья. Вот у меня он тоже был посажен не очень правильно. Я луковицу посадила полностью в землю. Теперь я понимаю, как мне нужно с ним себя вести. Я его обязательно рассажу. Здесь у меня получится три гемантуса. Подберу почву, подберу горшки, не очень высокие, глубокие. Сделаю обязательно дренаж, новую почву и проведу пересадку. А когда у вас гемантус растет, вы можете ему сверху немножечко землю убирать, подсыпать новый грунт. То есть, если вы пересаживаете раз в два года, можно просто верхний слой грунта менять. А размножать гемантус тоже очень и очень просто. Чаще всего мы размножаем его, когда пересаживаем. От большой луковицы отнимаем небольшую луковичку маленькую и сажаем в грунт. Глубоко не сажайте, иначе будет болеть. Можно размножать семенами. Я вам сказала, что когда он цветет, у него образуются вот эти ягодки в ноябре месяце. Они такие красные, оранжевые. И там семена. Но семена хранятся очень недолго, в схожести свою хранят. Поэтому их нужно высевать сразу. Решили гемантус размножить, собрали семена из этих ягодок, выпустили. И сеете семена гемантуса по поверхности в грунт, не заделывайте. Им для прорастания нужен свет. Так что можете размножить семенами свой гемантус, поделиться с друзьями. А можно еще размножить. Есть третий способ размножения гемантуса. Вот этими листьями. Вы берете лист старый, такой мощный. Аккуратно его отрезаете. Обрабатываете срез толченым древесным углем или активированным углем. День он у вас пусть полежит. Хорошенечко просохнет. А потом положите его, посадите в смесь песка, торфа. И он очень быстро укореняется. Так что, как видите, никаких особых хлопот гемантус не доставляет. А для оригинальности, почему бы не вырастить такое растение у себя на подоконнике. Согласитесь, оно очень отличается от других растений. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok